на этом уроке рассмотрим панель трансформации если у вас этой панели нет то установите здесь поставьте галочку либо нажмите alt плюс f9 сейчас создам какой-нибудь объект допустим это будет опять же квадрат заливки нет откроем панель трансформации первый же значок который мы видим это изменение центра трансформации сейчас стоит по центру горит черный квадратик если переставим допустим на левый сверху то у нас поменялся центр трансформации на объекте лево сверху слева сверху если мы будем крутить то мы видим что он крутится вокруг этого центра трансформации дальше у нас здесь блокировка теперь перейдем на следующее значение это положение объекта сразу хочу сказать что эта программа австралийская поэтому у них начало координат не как у нас мы привыкли слева снизу а у них слева сверху начала координат здесь ноль в этом углу не знаю почему у осталистов именно так видимо это связано с местоположением австралии так как они находятся на другой широте то есть снизу от пояса земли поэтому прошу не путать запомните что здесь начало координат и так если у нас центр трансформации объекта находится по центру то если мы здесь поменяем допустим на 400 и посмотрим я возьму такую линию и и увидим что здесь у нас 469 находится бег на 469 это у нас по горизонтали x и y по вертикали рядом у нас поворот ротация допустим на 40 градусов можно повернуть либо исказить тоже возьму 40 градусов и скажу также размеры по ширине и высоте и увеличение процентов допустим не надо 50 процентов по ширине либо сделать здесь вот значок замочка это означает что сейчас оба значения меняются чтобы продемонстрировать эти кнопки я возьму другой объект это у нас отразить по горизонтали по вертикали это повернуть на 90 градусов либо в эту сторону либо в другую следующая кнопка это копировать трансформацию для этого я создал еще один объект и сейчас из этого объекта скопирую трансформацию и ставлю в этот объект вот она приняла тот же вид и тоже положение на сцене следующая кнопка это сброс трансформации на сто процентов скейл масштаб и нет ротации следующая кнопка трансформации как группа если мы выберем оба объекта и нажата кнопка трансформации группы то трансформация будет происходить как полностью группа если отжать эту кнопку то они будут трансформироваться по отдельности на этом я думаю можно закончить трансформацию перейдем к следующему а